Доброго времени! Сегодня очень необычная тема, на мой взгляд, нетипичная для моего канала. Я уверена, что многих она заинтересует, многим она вообще не понравится, может быть, будет много дизлайков. Но все равно мне хочется по этой теме видео записать. Я несколько месяцев думала и, наконец, созрела. Я рада приветствовать всех подписчиков, тех, кто впервые на моем канале и тех, кто ждет новые видео от меня. Сегодня вы видите сумку Michael Kors. И я не могла не сдержаться, чтобы ее не купить. Надо сказать, что эта сумочка была куплена в обычном секонд-хенде. Я не знаю, настоящий этот Michael Kors брендовый, да, или же эта подделка. Но шита она довольно-таки хорошо. И все бы казалось бы хорошо, но вот почему-то с момента покупки я ее не носила. Стоила она, ну, совсем-совсем-совсем мало. Ну, если пересчитать на гривны, это где-то порядка 150 гривен. Если пересчитать на рубли, это порядка 450-500 рублей. Ну, 450 рублей, вот так вот. Ручка, то есть ни одного изъяна, ни какого-то дефекта. Это абсолютно новая сумка, абсолютно мягкая, держит форму. Не знаю, что это, подделка или копия. Мне все равно не нравится, что просто вот большая сумка, в которую может куча книг поместиться, куча карт. Ну, все новое, все чисто. Но я столкнулась с тем, что я совершенно ее почему-то не хотела носить. Хотя при том, что абсолютно зимний цвет и абсолютно такая, знаете, модель современная. Длинная ручка, удобно, руки свободны, можно авоськами нагрузиться. И я поняла, что нужно все-таки ее почистить. Надо сказать, что, ну, 90% моих вещей, они все куплены в секонд-хенде. Ну, во-первых, потому что я люблю вещи, которым нужно давать вторую жизнь. Мне нравится находить что-то. Это своего рода лотерея. Во-вторых, цены, да, то есть покупать брендовых магазинах у меня еще пока нет такого уровня дохода. Ну, и в-третьих, вот когда ты покупаешь вещь в секонде, это всегда необычные. Это всегда вещи, которые ты можешь как-то усовершенствовать. И не быть уверенным, что ты встретишь человека в точно такой же одежде, с точно такими-такими вещами. Ну, что касается этой сумки, почему-то, вот я ее долго не хотела вообще носить. И это первый признак того, что на сумочке может быть негатив. Сегодня о нем-то мы и будем разговаривать. Значит, если у вас нет желания носить вещь, которая вам, в принципе, нравилась, без объяснения причины, что у вас нет одежды, например, такого цвета, или обуви, или перчаток, или еще чего-нибудь, вот, то это первый признак. Второй признак – это то, что когда я все-таки ее сегодня решила выгулить, вот я иду, вот такое ощущение, что вот какая-то тяжесть. Хотя в сумке абсолютно ничего, кроме ключей, перчаток и пакета не было. Ну, и пачку соли я купила. Я думаю, вы догадались, для чего. И я поняла, что я ее буду чистить и расскажу, как вообще я чищу такие вещи. Ну, огнем почистить, в принципе, ее можно. Можно нанести квиорты. Вот такие вот четыре квиорта в ряд их наносят. Ничего в этом сложного нет, но я почему-то вот такие вот бытовые со всеми вещи, почему-то рунами не очень люблю делать, хотя, в принципе, можно. Вот такие вот квиорта, четыре квиорта рисуются и чистятся. Вот. Но, опять же, вы должны понимать четыре штуки. Можно их и на свече выжечь, нарисовать, можно и просто листик с бумагой четыре квиорта тоже положить туда. Это первый способ. Я его делать не буду. Второй способ более такой экологичный. Мне он тоже нравится, мне он симпатичен. Им можно вычищать остатки, что называется, чистки. Это вот любой камушек, который у вас есть. Ну, в данном случае это яшма. У меня есть такой камень. Можно почистить через него. Можно почистить через любые камушки, даже вот от бус, от старых. Вот любые обломки. Но главное, чтобы камушки были натуральные, настоящие, да, не подделка. Что мы делаем? Мы просто их забрасываем. Мы просим камень вобрать в себя весь негатив. Забрасываем сумочку в темное место. Причем мы можем несколько камушков, чтобы каждую в отдел, например, в одно отделение. Сюда, потом сюда. И после того, как в темном месте, в темном пакете, да, в темной комнате, ну, грубо говоря, в обычный черный мусорный пакет можно положить. Даже главное потом не спутать и не выбросить. Эта вещь будет впитывать в себя негатив или ту энергетику. Не обязательно, что там наведенное, что-то на такой сумке есть. Нет. Может быть, кто-то ее смотрел до меня. Может быть, кому-то не хватило даже таких смешных денег, чтобы ее купить. И вот этот вот негатив остался. Я не могу здесь утверждать ничего. И я считаю, нужно просто рассказать, как стоит поступать в таких случаях. Потому что вещь нравится, но почему-то не носится. Камни положили, выдержали, например, 3 дня или 6 дней или 9 дней. Кто сколько хочет. Если у вас есть аквариум, можете эти камушки бросить в аквариум. Если у вас аквариума нет, вы можете их бросить в любой водоем. Либо закопать в землю. То есть их нужно вернуть природе. Любым способом. Некоторые просто выносят на перекресток, чтобы кто-то нашел, забрал себе. Ну, это не сильно экологично. Ну, не советую я так делать. Потому что, ну, зачем гадить людям, которые вообще ни в чем не виноваты. Я вот за то, чтобы вернуть природе эти камушки. Третий вариант. Ну, и четвертый тоже. Что мы делаем? Мы можем взять вот такие вот кристаллы сахара, рафинада. Они абсолютно легко достаются. Это не какая-то редкость. Это не молоко. Я не знаю, какого-нибудь единорога или еще что-то. Взяли сахарочки. Попросили сделать своими словами, чтобы очистилась вещь максимально хорошо для вас. Чтобы все плохое, все наносное, все то, что вам вредит, то, что вам мешает, то, что вам не дает положительных эмоций, все плохое. Вобрали сахарки. Вобрали сахарочки. Вобрали с себя эти сахарочки. Все, бросаем. У нас есть соль. Я, в принципе, больше всего люблю солью работать. Берем соль. Соль должна быть каменная. Она не должна быть ядирована. Ядирована такого эффекта нет. Некоторые используют морскую. Разрезаем. Крестообразно сыпем ее соль. Вообще, соль нужно всегда крестообразно сыпать. Неважно, что вы в ванну принимаете с целью очистки. Либо вот сумку хотим почистить. И просим, перед этим можно очень аж почитать три раза. И просим своими словами от всего наносного, от всего плохого, от всех вещей, которые мешают вам, которые могли быть неумысленно нанесены на сумку, убрать, избавиться. Вот. Все. Ну, и что могу еще сказать, кроме всего? Вот заметила я еще такой момент. Если вы носите карты постоянно в сумке, то вы должны понимать, если на сумке есть негатив. На каких сумках негатив? В которых вы много ездите в метро, в автобусах, в троллейбусах, когда все толкают, жмут друг друга. Когда вашу сумку пытались сорвать у вас, украсть, вытащить. Или же вы забывали несколько раз одну и ту же сумку. Ну, бывает такое. Наверное, знаете. Либо если вы покупали вещь, которую кто-то откладывал, а вещь досталась вам. Так вот, я заметила, что если я ношу карты в такой сумке, то колоду потом тоже приходится чистить. То есть, она как бы вбирает в себя. И вот я об этом моменте узнала совсем недавно. И я поняла, что картами, в принципе, совсем вот такими, даже небольшими, вот совсем у меня небольшие, тоже можно чистить вещи. Ну, конечно, этот способ более дорогой, на мой взгляд. Ну, если хотите, можете попробовать. Если у вас хорошая, наработанная связь с Грегором Таро, можно вполне неплохо чистить сумочку и таким способом. У меня вот в данном случае маленькая колода. Мини-малышка, вы видите, какая она. Вот чуть-чуть больше. Ногтя моего какими картами? Ну, я считаю, что либо можно почистить, обнулить картой, во-первых, солнце мне нравится. Если у вас более вот такие вот, ну, я не люблю слово, низкие вибрации. Ну, вот вы работаете, да, с темным миром, вы работаете со всеми этими вещами. Можно даже картой смерть обнулить. Вот все вот эти вот, что называется, да, энергии. Нравится карта смерть для этих вещей? Пожалуйста, используйте. Вообще часто, когда делаешь чистки, вот карта смерть вылазит. То есть обнуление такое. Можно поставить карту шут. Можно поставить карту сила. То есть вытащить те карты, которыми вы... Можно поставить карту мир еще. Тоже естественное завершение цикла, процесса. И тем самым как бы гармоничное для всех, безвредное. Можно мир взять. И вот эти карты тоже нужно положить в сумку на какое-то время. Ну, карты Тару, они работают не так быстро. И их можно даже на три недели положить. Можно взять карту умеренность, например. То есть от того, какие виды энергии вы хотите использовать. С какими арканами у вас самый хороший контакт в плане очистки, в плане исцеления, в плане помощи вам. То есть, в принципе, это уже на ваше усмотрение. Ну, их можно, в принципе, просто вот таких вот распечатать. Можно готовую колоду. Можно колоду, которая у вас без каких-то потерянных карт. Именно для очистки предметов очень удобно пользоваться. Опять же, я не могу вам дать единого совета, какие карты. Ну, я бы все-таки чистила бы. И, наверное, в этот раз я солью почищу. Но в целом я бы почистила бы солнышком, например. Солнце, звезда. И, может быть, еще можно почистить умеренность. Чтобы именно убрать, прикрутить те энергии, которые, собственно, нам мешают. Которые нам не нужны. Можете почистить картой смерть. Можете картой силы. Это будет более агрессивная очистка, на мой взгляд. Вот, собственно, распечатываем. И эти карты тоже закидываем туда с просьбой Эгрегортору нам помочь. Такой способ. И еще я, конечно, поняла, что не просто так у нас у всех есть ключи. И, конечно, не просто так на ключах должны быть брелки. Брелок может быть в качестве защиты. Брелок может также быть как поглотитель негатива. Поэтому хорошо, когда брелки могут быть с натуральных камушков. Или с каких-то защитных оберегов. Но что я могу предложить? Какие у меня есть варианты? У меня есть вот такие, например, мотанки. Вот такую мотанку, куколку можно тоже хранить где-то в кармане. Можно даже чуть меньше купить. Либо самим сделать. Я, кстати, не так давно приобрела книгу. Тоже по мотанкам, потом как их изготавливать. Потому что эти не я делала. И, собственно говоря, вот можно положить сумочку. И она будет как бы оберегать ваше имущество. Можно даже мотанки сделать что-то типа такой вот торбочки, да, торбинки. Но, опять же, все зависит от вашего представления, от того, кого вы хотите поставить на защиту и какого рода. Сейчас я вам покажу еще одну мотанку. Она вот именно имеет такой, как говорят на Украине, кошек. Кошек, то есть корзинку. Вот такого рода, в принципе, можно сделать с любой скорлупы или желуди. Вот такая вот, видите. Вот, и ее можно на охрану поставить. Потому что почистить там и почистим сумку от негатива. Но вы должны понимать, что мы живем в таком мире, ну, невозможно вот в стерильности находиться. Всегда будут люди, которые увидят там какую-то надпись, там, Майкл Корс или Шанель. И они почему-то решат, что у вас сумка за бешеные деньги куплена. Или вы просто вот миллионерша, купаетесь в бриллиантах и так далее. Поэтому для этого и нужно время от времени чистить вещи. Для этого и нужно время от времени перебирать сумки, чтобы там ничего не накапливалось лишнего. Я, например, раньше этого правила, ну, не так часто придерживалась. Могла и кучу всего лишнего в сумке хранить. И это неправильно. Вот, и что еще могу сказать? И какую-то вот на охрану купите себе маленький амулетик или сами сделайте это еще лучше. Чтобы он был на охране у вас, да? Чтобы вот эта вещь стерегла ваше имущество, вашу сумку от посягательств. Ну, на этом все. Пойду очистить свою сумку. Снимать это, конечно, я не буду. Но, я сказала алгоритм, крестообразно сыпется соль в черный мусорный пакет или просто в черный пакет непрозрачный. И минимум на 3, 6 или 9 дней можно ее о сумке пока не вспоминать. И после этого соль тоже нужно постараться, во-первых, чтобы она на вас не насыпалась, аккуратненько убрать. И некоторые даже вот пылесосом, я знаю, убирают. Но смысл в том, что вы не должны с этой солью контактировать. Если вам нужна хорошая порча, то вы можете вот так вот за счет этих абсорбентов, камушков, соли, сахара, если вы считаете, что это допустимо для вашей картины мира, можете эти материалы использовать для создания порчи. Вот. Ну, на этом все. С вами была ваша Витка-гадалка. Сумка псевдо-майкл Корс. Что-то мне не верится, что настоящую отдали в секонд-хенд, если честно. И вот такие вот мотанки, карты, все остальные друзья, приятели для создания чистки энергетической. Напишите, как вы чистите вещи, насколько вы вообще верите в то, что на вещах может быть негатив, душа вот у вещи, у каждой есть. Я, например, в это верю. Знаю еще, что святой водой тоже можно вещи протирать, но у меня почему-то святая вода более слабый эффект. Именно, если брать, например, сумки или какие-то кожаные изделия. Ну, на этом тебе точно все. Пишите. Я надеюсь, что было интересно. Пишите, какие темы вы хотите услышать от меня или увидеть, или и то, и другое. И я буду стараться вас радовать чем-то интересным. И быть в хорошем настроении и снимать видео те, которые будут полезны. Ну, и всего доброго. Пока. Пока. Пока.